По дороге в замок Монастырь Эскар-Налбоу, три замечательных места мы проезжаем, каждый из которых достойно посещения и отдельного видео. Это как-нибудь в следующий раз, а первое из этих трех мест это знаменитейший парк Сама, прообраз будущего парка Гюэля. Работа архитектора Жозепа фон Сыра, а Гауди был его учеником и помощником на этом строительстве. Справа парк Сама. А это мы уже въезжаем в город Момбрио-даль-Камп, знаменит прежде всего своими термальными источниками, и Бальниарио, так называемый. К этому тоже стоит вернуться как-нибудь, а пока мы проезжаем без остановки этот городок и движемся дальше. Наша цель сегодня это вот та остроконечная гора Эскар-Нальбоу, справа от плоской горы. Третья достопримечательность на пути это городок Рио-де-Каньес, который расположен у плотины и у водохранилища, из которого берется питьевая вода для Реуса. Сейчас оценим ситуацию, предварительно была идея искупаться, в этом водохранилище купаться можно, но, как и ожидалось, воды там почти не осталось, хоть купаться. Все еще кто-то там купался, но у меня такого желания не возникло. Но прогуляемся, тем не менее, вдоль этого водохранилища. Вот мы сейчас стоим на мосту плотине, а вот сверху, по течению этой речки, водохранилище. И можно оценить, что там даже четверти воды не осталось. Обычно вот до деревьев вода, уровень воды стоит в этом водоеме. Ну, прогулялись, посмотрели, действительно, кто-то даже умудряется как-то купаться, но и правда, желания особого не возникло, тем более, что при такой низкой воде вода теплая, не холодная, и тоже не очень интересно. А вот зато инжир в частном саду такого размера я даже в магазинах никогда не видел, в эксклюзивных. Огромный просто, вот возникла мечта. Увидеть такое дерево где-нибудь не за забором. Едем дальше и проедем сквозь этот городок Рио-де-Канес и начнем крутой подъем в горы к монастырю-замку Эскор-Нальбоу. Население этого городка Рио-де-Канес 1300 человек. Известен уже был с 12 века, в котором была здесь и крепость задокументированная, ну, а существовал еще с арабских времен, то есть точная дата происхождения неизвестна. Известно, что в 12 веке, когда эти территории перешли под власть христианского королевства Арагон, тут уже была крепость защищенная. Отсюда начинается крутой подъем с высоты 195 метров над уровнем моря, на которой находится Рио-де-Канес до высоты 649 метров над уровнем моря, на которой находится крепость и монастырь Эскор-Нальбоу. Из-за своей удаленности и труднодоступности Эскор-Нальбоу гора также являлась последним убежищем сарацинов, после того, как эти земли уже каталонские крестоносцы отвоевали, аж до 1160-х годов окончательно не были изгнаны они отсюда, ну а когда были уже изгнаны, король Арагона Альфонс передал эти земли Арагонскому канонику с одним условием, чтобы он там построил монастырь, и монастырь был построен, монастырь святого Михаила, сам Мигель, был достроен к 1240 году и как монастырь существовал аж до 1835 года, хотя в 16 веке он стал францисканским. В 1835 году правительство Испании отобрало все имущество у монастырей, и как и многие другие по всей Испании, этот монастырь был заброшен до начала 20 века, когда это поселение, весь этот поселок, крепость, был куплен Эдуардом Тодда, другом и соратником Гауди, который по модным веяниям тех времен решил сделать там свою резиденцию, отремонтировал он, безусловно, красиво, но в результате резиденции своей избрал монастырь Поблет. Ну вот мы и прибыли на парковку у крепости Эскорнальбоу и отсюда пойдем на пешую прогулку. Сама крепость и монастырь на реставрации, то есть внутрь попасть не сможем, но обойдем вокруг и поднимемся на вершину этой горы к часовне Святой Барбары, Санта-Барбара. Лес, знаменитый лес Эскорнальбоу вокруг этого монастыря-крепости, прогуляемся, поснимаем видео. Самое замечательное в этом природном комплексе это гигантские камни, напоминающие и фантастических животных и какие-то мистические формы вокруг всего монастыря. Уникальная коллекция таких камней, похоже, что часть из них была обработана вручную, чтобы сделать проходы, часть из них была просто разрушена, обрушена, но тем не менее комбинация вот этих огромных камней на фоне панорамы и леса уникального вокруг действительно вызывает восхищение. С большим удовольствием побродили мы между этих гигантских валунов. Мне бы хватило одного инжирного дерева с кучей фруктов, точнее цветков. Двоеще. Но еще одно инжирное дерево – это может быть маленькая, но даже более Все еще заплатят лектор-постей, которые у Bros., мастер или лить его кружка. Ох! 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 Ах! Ох! 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 главная архитектурная ценность этого замка это вот это вот церковь святого Михаила 12-13 веков в романском стиле этот городок внизу называется Лархентера и там есть железнодорожная станция, то есть без автомобиля это единственный путь попасть сюда, ехать на поезде до этой станции и оттуда подниматься пешком в этот монастырь, крепость Лес Корнальбоу гора Эскорнальбоу почти круглая и можно ее обойти всю по красивой кольцевой дорожке через знаменитый лес Эскорнальбоу в котором произрастает несколько видов редких для этих краев деревьев и очень красивых но самое красивое это конечно камни, валуны удивительных форм то что эти расщелины, гроты и небольшие пещерки красного цвета означает лишь одно, то что миллионы лет эти камни находились под поверхностью пресной воды, а не соленой, как большая часть территории вокруг ом palette в кольцевых скреп bound, иномfast, кольцевых скреп, кольцевых скреп, сахар и такules пресной нейроза в том, что все, многие люди обострировали, а не соленые ази и напомнили, кратки деморах, но спируется с хрустной, косяцей. Так вы не чувствуете, как улажные ази и обострировали. Я смешал и корыцей с плотом, чтобы проверить всё, что такое, что такое, что такое, что такое, какому демородорожак получалось? Я слышно расстрел 이야. вот это тот самый корковый дуб который я хотел показать удивительное вечно зеленое дерево из коры такого дуба настоящее время добывают не только пробку для бутылок с вином и маслом но также делают тепло и звукоизоляционные материалы в том числе для авиационной и космической промышленности но на испанской территории я не слышала плантациях таких дубов здесь он просто имеет декоративное значение но очень красивый корковый дуб вечно зеленый дуб испании сохранились на этой горе пара скитов отшельников бывшего монастыря святого михаила в настоящее время там часовни но закрыты сейчас полностью все на реставрацию в конце этой прогулки к часовне святой барбары на самой вершине горы тоже поднимемся по формам 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 Субтитры делал DimaTorzok На эту плоскую гору Моладе-Кол-де-Жу мечтаю подняться уже много лет. Она видна с любой точки побережья, но никак не доехал еще ни разу. А очень меня интересует пещера, которая находится на склоне той горы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Ну вот, мы и обошли всю гору по кругу и вышли к крепостью монастырю с другой стороны. Но проход сквозной оказался закрыт и придется идти всю эту тропу обратно. Зато можно посетить вот этот ДОТ. Монастырь благодаря своему расположению играл также оборонительную роль в течение всей своей истории, включая последнюю гражданскую войну 1936-39 годов. И судя по всему, в этом ДОТе были установлены пулеметы, а может и противоавиационные орудия какие-то. Итальянская авиация бомбардировала все почти каталонское побережье во время той войны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот вся кольцевая дорожка через леса Скорнальбоу вокруг этой горы и крепости Продина осталось подняться по тропе на самую вершину этой горы, к часовне Санта-Барбара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судя по тому, что с этой точки отлично видены Салоу и Капсалоу, с хорошим биноклем, наверное, можно рассмотреть эту крепость. Так же и оттуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы на самой вершине этой горы, у часовни Святой Варвары Санта-Барбара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо! Красавица, красавица! Молодец, молодец! Красавица, красавица! 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 Сегодняшнее посещение замка монастыря из Кавналбол и едем обратно на побережье. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...